Ну что же, привет дорогие друзья, и продолжаем проходить XCOM, и у нас осколок изгоя, следующее событие, которое у нас завершится через один день, и мы узнаем, что же это все-таки за существо, которое похоже при этом на радиомаяк, как нам наш друг из инженерной группы рассказал. Вроде бы у нас никаких дел больше нету, нам нужно побольше спутников, кстати, и у нас будет он готов через один день. Давайте дождемся завершения его строительства и запустим еще один. Вижу его. Пусто. Нет, этого не может быть. Я знаю, она там. Тепловизор. Ну привет. Дайте другой ракурс. Вижу. Свяжитесь со всеми наземными отрядами рядом с этой... В таком сооружении столько всего можно найти. Кстати, интересно, чем они там занимаются? Думаю, что скоро мы это выясним. Так, базу нашли. А как нам попасть внутрь? Давно жду этого вопроса. Так, осколок. Точнее, изгой это будет ключ. Кристаллы это органические соединения, которые могут передавать сложнейшую информацию. Такую технологию можно изучать сколько угодно. Скелетный ключ. Анализы осколка показали, что он имеет органическое происхождение, хотя и не является живым, в полном смысле слова. Осколок резонирует на особой частоте электромагнитного спектра. Все наши попытки оглушить пришельца, известного как изгоя, кончились провалом. Цель мгновенно исчезает. Пока у нас нет самого изгоя, нам придется ограничиться изучением осколка. Чтобы уменьшить помехи от земных источников, мы поместили осколок в устройство, созданное доктором Шенем. Камеру гашения-калипаний, как он ее называет. Ослабив внешние помехи, мы вскоре обнаружили отчетливо сигнал, принимаемый осколком. У нас есть несколько предположений о природе сигнала, но ясно одно, осколок является ключевой деталью какого-то необычного устройства связи. Есть гипотеза, что сам изгой своего рода приложения к осколку. Доктор Шен считает, что со временем сможет создать прибор, копирующий функции осколка. Возможно, это позволит нам обнаружить источник сигнала. Так, скелетный ключ. О, что нам еще? Быстрые проекты теперь у нас. А, ну спасибо. Почти что. Быстрый проект, два дня. Ну давайте всех повскрываем. Допросим, по крайней мере, хотя бы мутона. Может, чего интересного нам подскажет. Так, спутник. Спутник сейчас будет штурм от пришельцев. А у нас пока включение. Шеф, спутники к запуску готовы. Как только прикажете, мы их выпустим. Кажется, у меня появилась идея, как попасть на базу пришельцев. Только скажите, и я приступлю к работе. Не хватает мощности? Давай еще один спутник. Сегодня утром прибыли новые инженеры. Должен сказать, мы от помощи не откажемся. Должен быть способ попасть на базу. Интересно, что об этом думает доктор Шинь. Так. Канада есть. Германия. А почему он с зелененьким светится? А, выделен просто. Так, давайте, давайте, давайте Россию. Три ученых в месяц. Спутник запущен. Из России сразу у нас упало. В Великобритании бы тоже запустить. Уникальные знания. Бонус. А что этот бонус дает? Так, мы же запустили. Ну да, плюс 150, кстати, финансирование. Теперь у нас 399. Надо бы... Да, еще один спутник мы поставили к производству. Нет. Пожалуйста, в инженерный отсек. Ротик от лаван, пожалуйста. Мы туда модуль спутниковой связи поставим. Термогенератор. Тогда этот генератор мы уничтожим. Надо бы тоже мастерские начать строить. 369 часов осталось. А у нас... Кстати, да. Лазерные винтовки. Четыре штуки они просят, как я помню. Сплав 12. Пять. Ух, какая отличная штука. Честно, я не хочу ее отдавать сейчас. Хотя за это, наверное, нам дадут денег. Требуется на складе награда 290. Слушайте, а у нас... А, да, мы же пушки произвели. У нас деньги счастливы. А если мы им поможем? Сейчас, подожди-ка. Австралия, Великобритания. Аргентина, Канада. А у них и так вроде бы все хорошо. Ладно, давайте выполним. И ничего, в принципе, не поменялось. Ладно. Так, перед допросом мутона мы считали, что эти свирепые твари самый тупой вид пришельцев. Однако выяснилось, что в памяти одной такого особи хранится масса самой разнообразной информации. Думаю, пришельцы специально снабдили мутонов. Подобными сведениями о вооружении и тактике мутона основная ударная сила на поле боя. Пленный мутон стойко сопротивлялся допросу. Однако мы смогли узнать много нового вооружения инопланетян, в том числе об улучшенном плазменном оружии. Мы уже занимаемся анализом полученных данных. Ждите новый вид оружия в самое ближайшее время. Проект плазменное оружие ускорен. Так и вскрытие мутона. Это самые агрессивные инопланетные твари, которые нам известны. Солдаты прозвали их мутонами. Можно только догадываться, откуда возникло название и что, по мнению наших бойцов, оно означает. Россия вошла в зону спутникового покрытия. Рост этой особой... Рост этой особи превышает 2 метра. Основная доля массы тела приходится на мышцы. Кости прочные и легкие. Жировое ткань не обнаружено. С помощью генетических модификаций существо стало идеальным бойцом. Нет сомнений, что этих мутонов с самого рождения подвергают многочисленным изменениям. Кто-то пытается сделать из них живые ткани. Неудивительно, что эти создания почти не боятся ран и не чувствуют боли. При вскрытии мы заметили ритуальные знаки и необычные татуировки. По всей видимости, они отражают статус особи, племени мутонов. И именно в племенном образе жизни мутонов берет начало их боевой клич, который вызывает резкий всплеск адреналина не только у самого кричащего, но и у его соратников. Полагаю, нам удастся сделать свою аналогичную программу в генной модификации. Кроме того, мы заметили сходство генетической структуры мутонов и летунов. Похоже, мутоны являются предками летунов. Если пришельцы экспериментировались с физиологией мутонов, летуны могут быть побочным продуктом этих генетических опытов. Данные о способностях отдельных особей этого вида можно получить в бою. Доступна новая модификация надпочечной нейрохирургии. Убив врага, солдаты спускают особый феромон, усиливающий всех его ближайших соратников. Пять раз за ход. Так, пять, четыре, четыре. Плазмопистолет, один день. Отлично. Рабатывать с плазменным оружием пришельцев очень трудно и очень опасно. Основная проблема плазменного оружия – высокое энергопотребление. Мы решили ее с помощью трофейных эллириевых батарей. Теплоотводы из инопланетных материалов обеспечивают охлаждение ствола. Словом, теперь мы можем использовать трофейные плазменные пистолеты и создавать собственные образцы. плазменный пистолет. Отлично. Легкий плазмер. Сорок фрагментов оружия нам нужно. Отлично. Теперь мы можем энергогенератор тут снести. Энергогенератор готов к работе. Так. У нас от... А, деньги. Мы же автоматы продали. Так, сносим тебя и на твоем месте строим мастерскую. Так, литейный цех может еще построить. Лаборатория кибернетики, генетики, термогенератор, электростанция, мастерская, лаборатория. Давай литейный цех построим. Новое боевое снаряжение или улучшать имеющиеся. Отлично. Совет передает сообщение первоочередной важности. Операция совета «Обманчивый свет». Доктор Шэнь считает, что транспондер, который мы получили благодаря Джану, связан с навигационной системой импланетного дредноута. Инженеры уверены, создав еще несколько транспондеров такого типа, мы можем заставить дредноут отклониться от курса. Прекрасно. Жду от вас хороших новостей. А че у меня одни новички-то? Там все ранены? Да не верю. Пришельцы нападают все чаще, и мы несем тяжелые потери. Надо уже сейчас набирать новых бойцов. В казармах наверняка есть подходящие люди. А давайте троих еще. Да, у меня все ранены. Охренеть. Ох, как неохота новичков в тупой бой бросать. Я уверен, что вы справитесь с этой непростой задачей. Ладно, зато их покачаем. Че им, броню выдать? Чтоб не подохли. И комплект нано-брони. Кому-нибудь надо бы медпакет выдать. Вот, наверное, тебе и выдадим. Будешь у нас всех лечить. Чтобы все не померли раньше времени. Так, надо бы нам истребители оборудовать более мощным оружием. Чтобы сбивать все-таки тарелки и накапливать металл. Так. Все, вроде бы всех перевооружили. Ну ладно, в бой. Я надеюсь, у нас не походу. Выемка грунта завершена. Готовимся к высадке штурм-1. Летим в Китай. Там сейчас неспокойно. Так, расставить транспондеры по всему поезду. После размещения транспондеров запустить поезд из кабины. Такой задачи у нас еще не было. Интересно. А почему у нас все в Китае проходит? Других стран нету. Времени мало. Дредноут пришельцев направляется к городу. Используя устройство Джана, доктор Шень создал мощные транспондеры. Они смогут вывести из строя навигационный компьютер пришельцев. Но единственный способ быстро доставить эти устройства на место, воспользоваться пассажирской железной дорогой, которая проходит через весь город. Ну окей, хорошо. Так, давай-ка наверх. Давайте сделаем это. Мы отправим транспондеры на этом поезде. Ничего лучше у нас нет. Каждый транспондер нужно установить в указанном месте, чтобы обеспечить устойчивый сигнал. Хорошо, я понял. Бегом. Потихоньку продвигаемся. Два солдата тогда у нас пойдут внутри поезда. Два справа, два слева. Ну или один слева, один. Поверху поезда. Задача ясна. Ордер с confirm. Ордер с confirm. Ордер с двигателем. Бегом. Так, а нас они не заметили, получается? Ладно, давай. Иди в сайт. Блин, они еще внутри. Инопланетные шпионы. Кому-нибудь можешь попасть? А, давай попробуем. Черт, враг еще дергается. Ну, как видишь, да. Так, пожалуйста, вниз. Вас поняла. И ты никого не видишь. Да, сэр. Ясно. Не, не сможешь их подстрелить. Жаль. Очень жаль. Блин, и в нормальную позицию ты тоже переместиться. На нормальную позицию переместиться не можешь. Ладно, сиди пока здесь. Меня сейчас вырвет. А-а-а! обойти хотя смотреть по сторонам я хочу домой нех вы новички нет 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 пожалуйста не уже лечу кич вы засранца нам тогда по верху не будем бегать хорошо уговорили так куда вновь переместиться опа прям вот тут очень хорошее место 65 процентов но не промахнись отлично жалко прав не три урона тоже неплохо иду я тобой счастлив что ты вообще попала ну вот одному биллер смотрите как хорошо у нас сейчас то все идет наконец-то я уже там давайте народ только не паникуйте пожалуйста я вас умоляю мы тут порвем всех и 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 Останется у нас после перестрелок. Так, дружище. Да, я вижу. Что-то у нас касается задницы. Чёрт, враг ещё дёргается? А чёрт... Ну и чё, потом поставим. Слава богу, что этого убили. Двигаюсь в указанную точку. Так, я понял, что её надо полечить. Ты этого гада видишь? Пристрели. Чёрт, промахнулся! Подонок. Так, а как нам... Ключ? Отлично. Этот транспондер на месте. Если установить все транспондеры, они смогут передать сигнал, который прервёт работу навигационных систем пришельцев. Если всё пойдёт по плану, дредноут врага собьётся с курса, и мы получим прекрасную возможность для атаки. Координаты получила. Координаты получила. Координаты получила. Координаты получила. Бдив. ВЫХОЖУ Давай, держись Мы засекли скопление кораблей противника Похоже, их выпустили с Дредноута Готовьтесь к бою Дредноут пришельцев идет прямо к городу Поторопитесь Ох, замечательно Так, давайте-ка сохранимся Если что, переиграем этот момент Ну, ну давай, включи Так, держать штурм-1 Осталось подключить два транспондера Да я счастлив Так Есть, выполняю Фу Ну, промахнулся, отлично Зато он свою бдительность отработал Какого черта они отравились-то Ну, хотя бы одного уничтожили Это уже радует Безумно радует Так, ну а мы будем продвигаться дальше Хотя бы двумя бойцами Чувак-то останется жить Они двигаются Они обходят по флангам Меня зацепило Ну, почти Так, давай Отступай К медику хотя бы Еще чуть-чуть Осталось подключить Последний транспондер Ух, я безумно рад Вижу группу противника Один? Ну, за одним, по крайней мере, будет попроще Я надеюсь Не говорит Так, отсюда ты сможешь огонь вести? Или отсюда хотя бы? Да Что вы такие все косые Поправка на ветер Выхожу Хватит страдать Это просто царапина Все-таки двое Противники приближаются к нашей группе Время на исходе Вражеский дредноут приближается к городу Скорее Что происходит? Нет! Не может быть! Нет! За дело Я в порядке Так, там просто надо добежать до туда и вклюбиться к городу Включить, да? Блин Ходов Ходов не хватает Ходов Эванс, не подведи Не выйдет Я пустой Дерьмо Как я вас всех обожаю, а? Все готово Его сейчас убьют Вот сто процентов И вот этот Нет, промазал Кого? Они убьют У меня Есть Управили 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 живи живи скотина учусь как вы никто попасть и не можете а теперь в бой нужно срочно куда тебя спрятать так хорошо бы давай скрывайся пока здесь еще немного и корабль чужих сможет открыть огонь а прикройте меня с фланга вы потеряли бойца 10-4 это не право да ребята нас разносят просто ух и прах они двигаются наши криворукие кособоке снайпер блин она давай потихоньку продвигаться слушаюсь так давай-ка так отсюда так давай-ка так отсюда вот попал бы был бы вообще круто выполняю мне почему это был маленький шанс не могу его снять ужас лет отсюда больше атаковать у тебя будет хоть какая-то возможность его убить блин а у него рывок я не заметил что я бы бежал за зону а вот рыбок обычная так отсюда ты его атаковать не можешь окей шепот дробительная все были или может откуда отсюда его атаковать 40 процентов ну как-то очень мало 22 обчу сверху а можно возвышенности еще немного и корабль чуших сможет открыть огонь они сдвигаются сидеть скотина так девочки давайте на вас вся надежда так ты же можешь за один ход до сюда добежать можешь отлично все транспондеры включены теперь вам остается отправить поезд к месту назначения у нас новая задача ну по крайней мере мы дыхляка убили так давай-ка мы тебя сдвинем немножко правее кстати зайдем во фланг и тогда у нас наверное все таки выстрел будет точнее семьдесят девять процентов так тебе бы подлечить вот этих наших дам хоть у нас один заряд остался поезд должен отправляться немедленно да понял понял а у нас никто до сюда нормально добежать-то не может ты можешь а или вообще до туда надо добежать очень хорошо все транспондеры установлены поезд может трогаться когда он окажется под дредноутом пришельцев их ждет неприятный сюрприз есть мы выполнили это задание у нас никто не умер заподняем полученные достижения ну в уровнях то повысились у нас бойцы дали им новые звания отлично только два встали и у нас осталось к сожалению так ты у нас просто стал поддержкой ты у нас тяжелой пехотой ты у нас снайпер а ты у нас поддержка что-то у меня до хрена поддержки все в поддержке не забывайте мы видим все да 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 навигационный компьютер у нас у нас уже была возможность осмотреть этот прибор насколько мы понимаем он содержит какие-то зашифрованные данные прибор работает на внутреннем источнике питания когда подача энергии прекращается получить данные становится невозможным мы наскоро создали устройство которое может заблокировать встроенную систему отключения думаю это единственный способ получить информацию с устройства впрочем полученных полученни в глазах уже двоится после этой миссии впрочем получение данных только часть проблема мы имеем дело с каким-то необычным языком программирования к счастью в нашей исследовательской команде есть талантливые ребята которые уже начали работу с кодом инопланетян так мы сможем получить хоть какие-то крупицы информации новая постройка спутниковый комплекс четырех спутников проекта x-com плюс один спутник за каждый соседний модуль клёво так четыре дня лазеры 4459 давайте блок питания сегодня утром прибыли новые инженеры должен сказать мы от помощи не откажемся так модуль спутниковой связи а спутниковый комплекс 25 инженеров нужно 25 сплава понятно пока у нас увы не хватает мы получили шифрованные сообщения от совета десант благодаря транс транспондерам дредноут пришельцев стал уязвимым самое время нанести удар высадите десант прямо на бордер ноуты это редчайшая возможность захватить корабль пришельцев целым и невредимым нельзя его упустить я полностью согласен жду от вас хороших новостей у нас бойцов нету один день и один день сколько нам три бойца нужно в общем три дня нам нужно подождать а вы потерпите извините пожалуйста ну я имею ввиду наше правительство тремя бойцами я город не свернул черт командир наша разведка сообщает что неизвестная до сих пор организация пытается сорвать полевые операции экском похоже эта организация испытывает некоторые скажем так симпатии к пришельцам и пытается адаптировать вражескую технологию и артефакты для своих нужд судя по предварительным данным эта организация называет себя экзальт мы надеемся что вы сможете выявить источник новой угрозы и уничтожить его командир совет предоставил дополнительные ресурсы для того чтобы справиться с предателями оперативный штаб может начать поиск дополнительных ячеек эксальт и приступить к секретным операциям по пресечению их деятельности окей хорошо я рад но у нас пропал задание не зря я сохранился как так стоп стопы а это автосохранение тремя бойцами я уверен что вы справитесь с этой непростой задачей больным рядовой сись поддержки так давай тогда так а пистолет а плазменный мы не можем применить медпакеты медпакеты ну медпакет можно тогда одному оставить тебе взять например гранату пришельцев тех же самых пустите я простая граната будет зомби няня интересно получится 3 а то все таки как не вовремя то эти задания выдали и новобранцы у нас три штуки садимся до сих пор не прилетели летим в китай там сейчас неспокойно что же всех пришельцев круто могу сказать ну а так я думаю нам это очень много сплавов даст если мы данный дредноут захватил рейнджер сделал свое дело но самое трудное впереди чтобы захватить дредноут нужно вывести из строя силовые кабели расположенные на поверхности корабля у нас нет данных о составе команды но готовьтесь к серьезному сопротивлению у нас новая задача пипец я так рад этому ясно иду на точку есть выполняю чувствую нас разнесут здесь ух и прах уже иду силовые кабели на корпусе судна подключены главной энергосети если удастся отключить их или уничтожить взрывчаткой корабль выйдет из строя после этого мы сможем подняться на борт не рискуя повредить груз и внутренние системы дредноута да фигня вопрос о чем бы ну по крайней мере если только они нам будут встречаться дыхляки и мы сможем их так легко выносить то я думаю дело пойдет даже очень хорошо внимание штурм один сейчас на вас выйдет подразделение чужих да дело не так хорошо пойдет а 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 у нас одна до туда мы не закидываем ну хотя бы мы можем или не можем ладно друзья пока сидите здесь пора рисовать звездочки хотя бы так хотя бы так спуститься мы можем здесь поехали вижу группу противника как ты попал снаряды тем более выше полетели если чё так сто процентов зато попадать а или этот телепорта нет это не телепорта а смотрите-ка как прикольно так давай-ка ты тоже сюда спустишься у нас я уже там тут у нас заражением отдыхли к нам сообщают что в районе замечен противник похоже к вам уже движутся лунатики так ладно тогда двигаться не будем будем потихоньку пробираться похоже вы расшевелили этот гадюшник пришельцы бросят все силы на защиту своего корабля лунатик готов патронов ноль к бою готов приказ получен командир так аккуратненько аккуратненько куда бы мы можем так пробраться давай сюда ты получила осторожно девочки и мальчики похоже скоро у вас будут гости я как понимаю не будут лезть бесконечно так а здесь у нас тоже может быть нет туда проход закрыт это хорошо это уже очень сильно радует так там тварь на нас не покуситься я надеюсь если мы вот сюда перебежим задача ясна сюда сможем же добежать сохраняемся ну же шевелись вражеские войска а блин больше не вернется меня заступило ну по крайней мере одного убили уже хорошо так ты его можешь убить сто процентов блин ну два урона конечно так давай выхожу сюда 92 ты так зашиваешь полечи нашего бойца сделай одолжение сейчас будет больно так давай тебя тогда наверх подсадим кто к нам пришел какая прелесть гранату докинешь давай мы с тобой разберемся еще один кабель уничтожен так держать штурм один так ты у нас а у нас дальше все таки идет вот кабель раз вижу кабель два кабель три кабель четыре кабеля же да судя по всему и везде неполная защита да сэр есть по данным разведки к вам движется противник готовьтесь блин откуда не спрыгивают над нами небо так пора рисовать звездочек боли боезапасно 0 нет подожди давай-ка ты у нас а у них бдительность подстрелит тебе или нет а давай сделаем вот так по крайней мере я же подорвем поехали сиди на месте давай подстрели его не-не-не-не-не-не только не атакует у тебя не хватило да-да-да у тебя не хватило ходов яс яс вот так он мертв яс выхожу вас понял а вот и они шестьдесят девять процентов шанс попасть так сохранимся ладно давай пока других бойцов потянем у выполняем за дело не не что что нет это как что не а не что Продержится противник. Повезло. Очень. Выдвигаюсь. Еще дергается. Она с патрона, я надеюсь, бесконечна. Меня зацепило. Инопланетянин отравлен? Ха. Так, давай, пристрели его. Объект уничтожен. Нужно срочно пополнить боезапас. По полу, не переживай. Уже выдвигаюсь. Тебе перезарядка. Продолжим. Мы не можем зафиксировать его на датчиках. Он движется так хаотично. Что это за хрень? Я ее первый раз вижу. Уже иду. Блин, я не тем походил. Эсклюзь муа. А гранаты у нас закончились, да? Все уже израсходовали? Блин, чё тебе перезарядка? Блин, чё тебе перезарядка? Перезарядился? Так точно. Так, а ты можешь вести огонь, наверное, только отсюда. Наверх мы тоже никак не сберемся. Направляюсь на точку. А если мы вот так сделаем? Чтобы нас было труднее попасть. Что-то чудовище. Что ты такое? Выполняю. Уже. Выполняю. И оно куда-то исчезло при этом. Поехали. Может быть, оно, кстати, ремонтироваться полетело. Я, честно, не сталкивался с такими монстрами. Вас понял. Еще. И это. Блин, это два мима. она нас сейчас может всех перебить не паникуй пожалуйста давай да мощно смотрится блин мы его не убьем по два урона нанося нет слава богу мимо так зомби давай на тебе слава богу так ты себя можешь полечить ну почти так давай эту штучку отключай кабель обесточен осталось еще три ясно к вам идут пришельцы штурм один готовьтесь к бою да как так он не сдох он вон трупик валяется свежий прекрасный трупик ясно ясно выполняю время убивать время убивать спешу еще один кабель выведен из строя осталось всего два да да командир аккуратненько будем продвигаться не спеша у нас ситуация не лучшая с тремя бойцами штурм один к вашей позиции стягиваются пришельцы готовьтесь к бою я надеюсь там мостик будет между оставшимися двумя кабелями блин я надеюсь там мостик будет между оставшимися двумя кабелями как мне тут бесит ясно открывать не открывать открывать не открывать давайте отку сохранимся откроем так вроде бы там никого нету но мы не пойдем туда иду пути штурм один сейчас будет жарко на вас идет подразделение противника ну вот мутонов только не хватало а так в принципе нормально что один мимо один попал нужен боекомплект за дело лунатик готов патроны на нуле ну хотя бы так так иди к двери давай нам мазать нельзя нам мазать нельзя нам мазать нельзя да ну ты же промазала при этом Так, так. Аптички у нас закончились, но осталось два кабеля. Выполняю. Выдвигаюсь. Поздравляю, мальчики и девочки. К вам идет отряд пришельцев. Готовьте пушки. Опять. Координаты получены. А туда нам не надо будет вот в левую дверь пробираться. В принципе нам чуть-чуть осталось. Иду на позицию. Так, держать. Теперь корабль официально перейдет к проекту XCOM. Впрочем, не думай, что он поместится в нашем ангаре. Ой, да ладно вам. Мы справились. Трудности не боимся. Получено достижение. Ответный огонь, когда противник двигается, стреляет. На хрен. Пусть дальше бегает. Шашки содержат мощные стимуляторы, которые повышают силу воли всех бойцов в дыму на 20. А шанс критического попадания на 10. Силу воли, либо защиту бойца. Радиус действия плюс защита. Ну, давай тебе вот это выберем. Медаль за городские бои. Кибердиск, термоядерная пусковая остановка, термоядерная пушка. Фрагмент орудия внеземных сплавов и лерий. Вот это мне нравится. До связи, командир. Так, нам прибудут новобранцы в лабораторию. Вы не забываете научный отдел, шеф. Я уже отправила новичков в лабораторию. Спутник через 13 дней у нас будет. Мастерская 8 дней, литийный цех 4 дня, термогенератор. Модуль спутниковой связи. Окей. Так, на всякий случай сохранимся. Вообще, там есть бойцы-то? Поправились? Один. Так, ну через день у нас еще два бойца появятся. Штурмовик и тяжелая пехота. Через три дня. Четвертый боец. И четыре дня. Тоже четыре дня. Чуть-чуть еще. Чуть-чуть осталось. Командир. Наша разведка сообщает, что неизвестная до сих пор организация пытается сорвать полевые операции Экском. Похоже, эта организация испытывает некоторые, скажем так, симпатии к пришельцам. И пытается адаптировать вражескую технологию и артефакты для своих нужд. Судя по предварительным данным, эта организация называет себя Экзальт. Мы надеемся, что вы сможете выявить источник новой угрозы и уничтожить его. Командир, Совет предоставил дополнительные ресурсы для того, чтобы справиться с предателями. Оперативный штаб может начать поиск дополнительных ячеек Экзальт и приступить к секретным операциям по пресечению их деятельности. Сейчас раскрыто, но скоро уйдет в подполье. Глобальные секретные операции. Экзальт – новая международная организация. Бойцы этой организации будут выполнять операции, направленные против Экском, до тех пор, пока вы не найдете их базу и не уничтожите ее. Экзальт разбиты на группы, иначе называемые ячейками. Чтобы нейтрализовать отдельные ячейки, нужно проводить секретные операции. В уничтожении ячейки вы будете получать разведданные, необходимые для нахождения базы Экзальт. Ячейки Экзальт не всегда видны. Чтобы найти их, нужно заказывать сканирование данных. Скрытые ячейки могут наносить вред всему проекту Экзском или странам, в которых они действуют. Здесь нужно выбрать бойца для секретной операции. Сложнее, чем с людьми. Хорошо, что у нас есть опытные бойцы. Этот боец проникнет в выбранную вами ячейку Экзальт и добудет там разведданные для поиска базы Экзальт. Через несколько дней его можно будет эвакуировать, проведя особое тактическое задание. Секретные агенты могут носить только пистолеты. Им будут особенно полезны улучшения для пистолетов и разработки из литейного цеха. У секретных агентов есть мощная спецспособность в взлом связи Экзальт. Если вы найдете систему связи Экзальт, агент может взломать ее, ненадолго нейтрализовав все оружие бойцов Экзальт. Тяжелую пехоту и бойцов МЭК в секретных операциях использовать нельзя. Жаль. Так-то у нас одна. Вас понял. Возвращайтесь на базу. Жду вашего доклада. А у тебя лазарный пистолет, что ли? А, не, простой пистолет. Так, вот побыстрее бы. У нас бы еще литейный цех построился, чтобы мы могли улучшить наше оружие. Так, няня. Ну, давай тебя отправим, что ли? А тут пофигу. А, у нас только два в строю. Штурмовик либо поддержка. 11 операций. У тебя 8. Метка 77. Сила воль 80. Давай тебя отправим. А когда-то мы думали, что НЛО это сказка. Наши представления о пришельцах здорово изменились. Ну да. Так, секретные операции. Ну, вроде бы... Здесь нету. Денег у нас нема. Какой у нас? 19 мая. Только через 10 дней нам капнет еще чуть-чуть финансирование. А спутник 13 дней будет готов. Через два дня нам только... Исследовать новую технологию. И у нас три новобранца. Мы получили сразу несколько вызовов. Места, где появились пришельцы, отмечены на глобусе. Так, ну, это уже намного лучше. Так, так, так. Кстати, надо бы что-нибудь произвести. Посмотреть, по крайней мере, что мы можем сделать. Можем ли мы как-нибудь улучшить наши истребители? Ну, давайте в бой. Надо будет еще тогда пару бойцов нанять. Походу, у нас скоро одна страна выйдет. Готовимся к высадке штурм-1. Из проекта. Мексике, срочно нужна наша помощь. Поступим. Центр, я Рейнджер. Ударный отряд приземляется. Ждем приказаний. Вас понял, Рейнджер. Штурм-1 может приступать к операции. Что-то нас просто заданиями закидали. Вам не кажется? Так, тебя я вижу. Где наши пришельцы? Ладно, будем пока в такой же манере продвигаться, как и в прошлом задании выполняли. Ну, мы можем наверх подняться. Слушаюсь. Так точно. Там кто-то есть. Еще дергается. 30 и 50. Пора рисовать звездочки. Да я б с удовольствием тебе нарисовал. Зараза! Они обходят по флангу! Подстрахуйте меня с флангом! Отфлэнк! А может два раза выстрелить? Черт! Враг еще дергается! Черт! Ну, вот у меня такой же вопрос. Чтобы никто не может попасть. Больше не дернется! Сиди, не рыпайся, друг мой. Отступаем! Отступаем! А че это вы все вылезли? Какого черта? Так, от двоих никак не зацеплю. Блин. А почти. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Чуть-чуть. Совсем. Вот! Так. Желтую хрень тоже зацепим. Да вроде нет. Бо! Стоп-стоп-стоп. По каким своим? Кто там свой? Пока. На крыше что ли? А кто там свой-то? Кое-то фуэр. Так точно. Допрыгался. Дой запас на нуле. Так, ну давай поближе попробуем. Иду. То, что нужно. Этот выбыл. Так, а у нас остались... Охотники. Ухожу из-под огня. Меняю укрытие. Так, давай-ка мы тебя куда-нибудь сюда перекинем. Перезарядился. Перезарядился. Так точно. Ну ладно, один контейнер мы упустим. Ничего страшного. Убили же. Или еще какие-то инопланетяне остались. Иду. Внимание, вижу противника. Понятно. Гранату бы. Вот в этом помещении граната. Можно начинать. Двигаюсь к точке. Поехали. Я на это, командир. Поехали. Что ж такое-то? Нам нужно сюда, друг. А, блин, торванулся. Нет, нет, не торванул уже. Иду. Черт. Мину, 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 мину. Есть. Тебе повезло, подруга. Тебе повезло. Тебе что, кличку не дали? А где у нас последний остался? Где-то же он тут был. А тут ты через разбитую стену пройти не можешь. Как любопытно. Есть. Выполняю. Тебе. Я не могу. 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 Они двигаются. Они двигаются. Они двигаются. Еще одна удача. Просто с... Я надеюсь, у нас одна сторона не выйдет из проекта XCOM. Потому что там как раз две клеточки не хватало. И сейчас паника поднимется на эти две клеточки. Прекрасная работа. Такой успех отлично поднимает боевой дух. Опять два бойца поддержки. Паника заросла. Европа, Азия. Не забывайте. Мы видим все. Ну вот, ЮАР у нас секретная операция. Вот Франция скоро выйдет и Великобритания. Запуск спутника секретной операции. Да. В ЮАР, собственно. Блин, где мой спутник? Через 12 дней только будет готов. А можем еще один? Нет, не можем. Денег нет. Чувствую задницу у нас сейчас наступит. Ну что же, друзья, я думаю на сегодня мы закончим прохождение. И если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok